Улица Вейнбаума как дорожный экватор. По нему ездят, но пересекают единицы, потому что Ленина месяц как в стадии капитального ремонта. Участок от Парижской коммуны до Вейнбаума обещают открыть к выходным, а с 5 августа закроют еще три квартала – от Вейнбаума до диктатуры пролетариата. Осложнений в движении возникнуть не должно, говорят в администрации. Все потому, что улицы Кирова, Перенцона и диктатуры пролетариата – односторонние. «С учетом того, чтобы не менять организацию движения, как правило, именно ведение одностороннего движения на короткий срок, он вводит путаницу, водители не все ориентируются. Поэтому принято, что наиболее оптимально с точки зрения обеспечения безопасности будет закрытие сразу от Вейнбаума до диктатуры пролетариата». При этом водителям рекомендуют использовать объезд по улице Дубровинского, ограничат движение и на правобережье. Уже сегодня с 23 часов участок улицы Вавилова от Шелковой до переулка Якорного будет закрыт. Здесь начнется капитальный ремонт теплосетей, а откроют движение лишь 15 сентября. Сейчас по городу работы заканчиваются на 38 объектах. При этом на график может повлиять лишняя погода. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые мешают в целом плотно работать по покрытию, по асфальтобетону, мы работаем непосредственно по установке бортового камня, устройству подготовки на технологических тротуарах, подготавливаем и работаем по обустройству дорог шумозащитными экранами». А вот Вантовый и Виноградовский мост могут открыть для пешеходов уже в эту среду в 8 часов вечера. Об этом нам сообщили в мэрии. Правда, с небольшой поправкой, если дожди не нарушат планы подрядчика. Попасть на него и пройтись на остров Татышев можно будет только с улицы Белинского по специальным лестницам, потому что площадь возле краевой филармонии до сих пор находится на ремонте. Реконструкция площади закончится в конце августа, поэтому пешеходам придется потерпеть. И к другим перекрытиям. С 1 по 28 августа будет ограничено движение по улице Партизаны-Железняка в Советском районе. Дорогу вдоль Ледового дворца сузят. Тут начнут строить надземный пешеходный переход. Развязка на 9 мая с улицей Гайдашовка также частично перекрыта. До конца августа движение по второстепенным улицам запрещено. Напомним, что работы на всех улицах должны завершиться до первого снега. Илья Керпс, Владимир Антонов, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин